Здравствуйте! В эфире область экономики, программа о деньгах и финансах и обо всем, что с ними связано. В студии Елена Шиломенцева. Смотрите в выпуске. Кого научат писать бизнес-планы? Как планируют продлевать трудовую активность предпенсионеров? Насколько подрастут детские выплаты? И откуда пошла фраза «отслюнявить деньги»? Школа для предпринимателей открылась в областной столице. За парты сели начинающие бизнесмены от 20 до 70 лет. Курс рассчитан на месяц. Всего таковых планируют провести два – в июле и августе. Чему будут учить амурчан, мечтающих открыть свое дело, сейчас расскажем. Образовательную площадку организовали на базе точки кипения. В областной библиотеке инициатором выступил Союз промышленников и предпринимателей Амурской области с подачей самих граждан. На реализацию проекта организация выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. Идею обучения начинающих бизнесменов одобрили в Центре поддержки предпринимательства и Министерстве экономического развития и внешних связей области. Действительно, потребность у бизнеса обучаться, повышать квалификацию, узнавать что-то новое, на сегодняшний день очень велика и актуальна. Но правительство Амурской области, спонтательное собрание и наши коллеги и общественники, естественно, мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы потребности бизнеса были услышаны и в полной мере реализованы. Курс рассчитан на 40 часов. Будущих, уже сделавших первые шаги предпринимателей, будут учить финансовой, налоговой и юридической грамотности. Виктория Демиденко, 21 год. В апреле 2019-го девушка открыла свой маленький бизнес. Группу присмотра за детьми от года до трех лет, но не имея должных знаний, сразу столкнулась с множеством проблем. Трудности были всякие. Начиная с проверок, то есть нет такого правила СНПИН, где там должно быть все точно, негде это взять, негде это узнать, это не пишут в интернете. То есть какие-то там правила, нормы я узнала здесь. Хочу научиться более грамотно располагаться своими финансами, уметь организовывать непосредственно работников, детей. А вот Михаилу Волошину уже 69. Выйдя на пенсию, мужчина решил не сидеть сложа руки, занимался различными видами деятельности. Сейчас остановился на перевозке лежачих больных. Говорит, услуга востребована. Сюда пришел, чтобы узнать, как найти финансы. На покупку нового спецавтомобиля. Заявку на завод уже подал. Хотел улучшить условия перевозки лежачих больных. Более комфортно. Данный заказ в единичном исполнении, где будет установлена кресло-каталка, выдвижная каталка для лежачих больных и для сидячих. Занятия для бизнесменов-новичков будут идти ровно месяц по 4 раза в неделю с 16 до 19 часов. Лекции начинающим предпринимателям прочитают специалисты налоговой службы, Роспотребнадзора, Благовещенской таможни, бухгалтеры практики, юристы, а также преуспевающие амурские бизнесмены. Однако, кроме теории, будут и домашние задания. Будут свои разработки. Мы буквально на третий день, согласно учебного плана, дадим им большую программу, как написать свой бизнес-план. Чтобы не кто-то им писал, а именно они сами разобрались и написали свой бизнес-план в бизнесе. И последние два дня занятий, а это будет 25-26 июля, они будут защищать свои бизнес-планы. То есть, как выучили эту программу, как они ее поняли, как разработали свой бизнес-план и как они будут дальше двигаться. Изучить азы предпринимательства может любой желающий абсолютно бесплатно. Первая группа на июль в составе 40 человек уже набрана, но есть еще места на август. Всем участникам, прошедшим образовательный курс, вручат сертификаты. Почти 300 амурчан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение в этом году. Реализацию нацпроекта «Демография» рассмотрели при губернаторе области. Программы переобучения должны помочь людям предпенсионного возраста сохранить трудовую активность и найти работу, возможно, изменив сферу деятельности. В 2019 году на эти цели заложено более 22 миллионов рублей. Проектам предусмотрено, чтобы в текущем году профессиональное обучение прошли не менее 287 амурчан предпенсионного возраста. Только в первом полугодии к учебе приступили 250 человек. Амурчане могут получить профессии охранника, повара, водителя автомобиля или погрузчика, оператора ЭВИВМ, машиниста котельной, специалиста по управлению персоналом, специалиста-эксперта в сфере закупок. Применяются и дистанционные технологии. По ним сейчас проходит обучение 14 человек. К слову, во время обучения, а это не более трех месяцев, взрослые студенты получают стипендию. Более 11 тысяч рублей в месяц. Во втором полугодии обучения пройдут 227 предпенсионеров, 40 мест еще свободно. Желающие получить новую специальность могут обращаться в центре занятости по месту жительства. До прожиточного минимума в России вырастет пособие по уходу за детьми с полутора до трех лет. Соответствующее поручение о внесении изменений в законодательство подписал Владимир Путин. Они вступят в силу с 1 января 2020 года и будут действовать для малоимущих семей. Согласно документу, если семейная пара в среднем получает 45 тысяч рублей в месяц, то она может претендовать на ежемесячное пособие в размере около 11 тысяч рублей. При этом точная сумма будет определена прожиточным минимумом ребенка в конкретном регионе. Напомню, с 1 июля в России вырос размер ежемесячного пособия по уходу за детьми инвалидами и инвалидами с детства первой группы с 5,5 до 10 тысяч рублей. Получать данную выплату могут родители, опекуны, попечители, ухаживающие за ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Средства перечисляются вместе с пенсией инвалида. Выплаты лицам, не относящимся к данной категории, но ухаживающим за такими детьми, останутся прежними и составят 1 тысячу 200 рублей. Их называли чешуйками и носили за щекой. Тогда же и появилась актуальная по сей день фраза «Отслюня ведь деньги». Далее нашу программу продолжит рубрика «Деньги и их история». Речь пойдет о старинных монетах времен Ивана Грозного. В коллекции старинных монет, которыми располагает наш фонд, есть монеты старинные, которые ходили в обращение и при Иване III, это XV век, также при Иване Грозном, это уже XVI век. Вот одна из них интересная маленькая серебряная монетка, которая называется «Деньга». Она чеканилась из проволоки, из серебряной проволоки в Москве. На ней изображен всадник с саблей. Дело в том, что в XVI веке в обращение ходили монеты, которые чеканились в Москве и в Новгороде. На новгородских монетах изображались, как правило, всадники с копьем, а на московских – всадники с саблей. Поэтому московские монеты назывались саблиницами, а новгородские – копейками. Копейки достаточно быстро приобрели широкое распространение названия «копейка». Эти деньги ходили в обращение после реформы денежной, проведенной Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного, в 1535-1537 годах. Она имеет не круглую, а овальную форму, потому что чеканилась из серебряных проволок. В народе ее называли чешуйками, потому что она была очень тоненькая, маленькая, и такие монетки носили за щекой, когда отправлялись на покупку товаров, каких-то продуктов. Монетниц в то время еще не было для хранения монет, поэтому по версиям некоторых историков, как раз слово «отслюнявить», то есть отсчитать некоторое количество монет, произошло как раз с тех времен, когда эти монетки носили за щекой, во рту. Мне позвонили с неизвестного номера и сообщили о том, что Центральный банк готов выплатить компенсацию согласно решению Верховного суда. Я быстро положила трубку. Подскажите, могут ли позвонить из Центрального банка и правильно ли я поступила? Такой вопрос в нашу редакцию пришел от Ирины Ивановой из Свободного. За комментарием мы обратились в региональное отделение Банка России. В настоящее время действительно все больше выявляется в случаях телефонного мошенничества. Людям чаще стали приходить смс-сообщения с предложениями получить денежные средства в виде выигрыша, либо компенсации заранее приобретенные товары или БАДы. В таких случаях предлагается оплатить некую госпошлину, либо налог, после чего обещают, что денежные средства в виде компенсации переведут на их счет. Но, как правило, мошенники после получения денежных средств исчезают, и ни денежные средства, ни их найти невозможно. Мошенники используют разные способы обмана. Сообщают о блокировке карт, предлагают возмещение денежных средств, либо вложение в высокодоходные инвестиционные продукты, или даже присылают качественно изготовленные постановления, судебные решения, либо ссылаются на указания Банка России. Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо проверять информацию, которая вам поступает. В данном случае телезрительница поступила правильно, она не стала продолжать разговор с сотрудником, якобы сотрудником Банка России, положила трубку. Мы должны помнить, если вам звонят от имени Банка России, вам необходимо позвонить на телефон горячей линии 8 800 300 3000, он будет указан на экране. Если же вам позвонили от имени организации, либо какого-то ведомства, вам также необходимо уточнить эту информацию, перезвонить в это ведомство. Если же вам сообщили о блокировке карты, то вам необходимо перезвонить на горячую линию в банк, который вам выдал эту карту. Телефон горячей линии указан на оборотной стороне карты. И главный совет от специалистов. Во всех подозрительных случаях не медлите и обращайтесь в полицию. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amurobl.tv. Самые интересные сюжеты на нашей страничке в инстаграм. Если у вас есть вопросы, на которые вы сами не можете найти ответы, или вы попали в неловкую экономическую ситуацию, звоните, будем разбираться вместе. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин